И тут немного магии. Мурзик никуда не ушел, он остался в нашей студии и вот до сих пор сидит на нашем столе. Мурзик, привет, доброе утро. У нас настоящая кототерапия тут уже просто. Анна Кондратьева, руководитель и основатель Кото-кафе Республика Кошкань. Доброе утро. Мяу, доброе утро. Кстати, такая услуга, как кототерапия, тоже у вас в кафе есть. И действительно люди приходят на нее. И каковы результаты? Ну, результаты только положительные, других быть не может. Конечно... Кому рекомендуется кототерапия? Кототерапия рекомендована абсолютно всем. И большим, и малым. Абсолютно все люди, и офисные хомячки, и домохозяйки, и дети, и пожилые люди приходят, чтобы пообщаться с нашей разношерстной компанией. И в том числе вот бесшерстной компанией. И бесшерстной, да. Бесшерстная компания там волнуется, по-моему, немножко. Туда-то собрался тут. Да, пошел куда-то. Сколько кошек у вас сейчас в наличии находится? Ну, у нас всегда живет порядка 25 животных. Кто-то находит дом, переезжает в свой собственный дом. Кто-то остается с нами. Иди сюда, иди сюда, дорогой. Инопланетный вид совершенно. Инопланетный. Я немножко побаиваюсь вот этой породы. Мне почему все время кажется, что можно повредить лысого кота? Да нет, он очень устойчивый. Что только кожа такая. Стрессоустойчивый. Стрессоустойчивый. Многие боятся взять на руки, говорят, ну как же, он, наверное, на змею похож, что он, наверное, холодный и мокрый. А он такой вот мягкий. Нет, он очень тепленький. Очень тепленький, хороший. Я потрогал. У меня мама, например, говорит, ой, бедненький, ты такой противный, ну ты же не виноват, что ты лысый. Это вообще, ну как-то, да, пытается преодолеть брезгливость. Как вам пришла в голову в свое время идея создания кота-кафе в Петербурге? Да, ну у нас Республика Кошек стала первым в Европе кота-кафе. А сейчас-то тренд распространяется. Да, сейчас более 300 кота-кафе во всем мире, и я посетила порядка 30 кота-кафе. Вот, ну мы сделали даже не совсем настоящую кота-кафе. Жернуть блудного кота. Домой. Друзья, не уходите. Так, Настя, держи по тебе. Ну что ж такое. Ну ты-то что? Они, да, остались сегодня без завтрака и хотят. Уже звезда эфира. Ну он чувствует себя как дома. Так, 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 так. Мурзик. А вы слышали историю, что в Лондоне барышни как раз искали... Няньку для котов. Няньку для котов. И эта вакансия стала очень популярной в интернете, и огромное количество откликов нашла. А вам не нужны такие специалисты? У нас есть такие специалисты. К нам приходят и няньки для котов, и волонтеры, которые причесывают тех, кто в этом нуждается особенно, и протирают тряпочками тех, кто нуждается в другом уходе. А волонтеры, то есть работают они как за удовольствие пообщаться с котами? Замурмур. Замурмур это у вас называется. Да, это та вакансия, о которой британские девушки распространили объявление. Она стала вакансией мечты, потому что они платили 8 футов сервингов в час. Мы так почитали, что очень такая хорошая зарплата. Сейчас готовится к переизданию кошачья карта Петербурга. Расскажите о ней. Посмотрим. Да, Петербург вообще является котокультурной столицей. Ничего себе, помимо всего прочего, да? Да, и мы на осенние каникулы в прошлом году издавали карту «Разношерстный Петербург». Карта пользовалась большой популярностью. Мы получили массу как положительных отзывов, так и негатива. Сказали, почему карта такая маленькая, нужно сделать ее крупнее. Люди прошли по маршруту, нашли нам еще порядка 10 достопримечательностей, не указанных в карте. И мы готовимся к новому туристическому сезону, выпускаем новую карту. Карта бесплатная, ее можно взять и в музеях, участниках, и скачать в интернете. Но на ней указаны не только те локации, где можно встретить котов, правильно? Во всех локациях можно встретить котов, абсолютно. Даже в музее микроминиатюры «Русский левша» тоже есть коты. Там есть миниатюрный кот, его нужно посмотреть в микроскопе. Там даже есть не просто кот, а улыбка кота. А в библиотеке Гоголя, видимо, тоже есть какие-то свои староживые коты. Конечно, у них даже завелся еще один кот Шрёдингера, тот самый знаменитый. Посмотрите, также в музее политической истории можно встретить котов. Даже там кот есть? А там-то в каком виде? Ну, у Ленина. Ленин был большой любитель котов, вы знаете об этом? Владимир Ильич порядка десяти котов содержал в горках. И даже есть же рассказ Бунч Бурьевича. Видимо, редко гладил их, что такой злобный был. Это петербургский сфинкс? Вот я тоже из кота-карты узнал. Либо это другая порода. Нет, это донской сфинкс. Но существует и петербургский сфинкс, да? Существует и петербургский сфинкс, у него длинные усы. Он похож на Петра Первого, говорят. Ну, естественно. По этому критерию. Ага, да. Ну ладно, что, отпустим наших гостей домой, они немножко нервничают. Они хотят уходить. Не понравилось им прям в эфире. Анна Кондратьева, руководитель и основатель Республики Кошек у нас в гостях. Хорошего вам дня. Ждем переиздания новой карты.